Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение». Один часов семь минут в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Ивана Павлова, адвоката. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну, чем мы чаще с вами встречаемся, тем больше есть о чем нам с вами поговорить, потому что у нас практически программа такая криминальная хроника. Надеюсь, здесь нет никакой закономерности. Я надеюсь, что нет. Просто страна идет в этом направлении, и так вот получается. Ну, начнем с Алексея Учителя. Казалось бы, культурная тема, но нет. У нас теперь культурная тема идет вместе с не то чтобы криминальной, а как это уголовной или как это можно назвать? В общем, тема, которая требует юридической оценки, скажем так. Итак, полиция вновь проверяет киностудию «Рока» режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления. До этого проверялось на другое, и запрос на очередную проверку подала экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ну и, соответственно, коммерсант ФМ уже задал вопрос учителю, и Алексей Учитель сказал, что закончилась несколько дней назад проверка. Уже проводилась, ничего не было найдено. Что происходит? Наталья Поклонская сначала переживала за контент фильма. С контентом не получилось. И теперь за другое взялась? Ну, вот насколько я знаю, Поклонская выступила буквально недавно и сказала, что она не знает, по какому из ее обращений сейчас проводится проверка. То есть она сама запуталась? То есть на самом деле оказывается обращений несколько, и вполне вероятно, что это не последняя проверка. Если даже, ну, если вот она не первая, то, наверное, даже и не последняя. Поэтому, ну, сложно сейчас сказать, чем это все закончится. Конечно, Поклонская, в общем, проявила себя здесь достаточно активно. И, может быть, уже это даже вот с такого как бы с государственного интереса это все переросло в какое-то личное противостояние между Поклонской и учителем, поскольку вот, ну, все наблюдают какую-то такую странную одержимость этой идеи Поклонской запретить учителю снимать этот фильм, да? И чем больше она, вот, это противостояние сама раздувает, тем больше публики хочет этот фильм все-таки посмотреть. Я сам жду... Выхода. Да, жду, и обязательно схожу в кинотеатр, как говорится, проголосую рублем, за то, чтобы этот фильм состоялся. Ну, с одной стороны, действительно, кто-то говорил, что Наталья Поклонская устроила такую большую пиар-компанию. С другой стороны, мне вот что непонятно. Посмотрите, у нас есть, понятно, я сейчас могу пример депутата Закладательного собрания привести, депутата Закладательного собрания. И иногда их инициативы тоже бывают достаточно громкими, но они не имеют таких последствий. Почему эта симпатичная, хрупкая девушка устроила вот такой дебош, такой цирк Шапито, как многие говорят? Почему эта история достигла таких масштабов? Ведь можно было как-то все это урегулировать очень быстро и объяснить девушке, что что-то не так. Кому из ее коллег по партии это выгодно? Знаете как, мне кажется, что на этот вопрос лаконично и очень точно ответил Путин на встрече с деятелями культуры, когда вручал награды, шепотом ответил артисту и актеру Миронову. Сказал так, да дураки. Только вот дураки это не те, кто сидит в Госдуме, а мы с вами дураки. Почему? Мы дураки, потому что мы разрешили состояться вот такой вот системе, которая сейчас вышла из-под контроля того человека, который, конечно, всем этим хотел дирижировать. И теперь уже, я так понимаю, расписывается в том, что он не может контролировать ситуацию. Она выходит из-под контроля. И это система, которая будет постоянно выдавать нам так называемые в юриспруденции эксцессы исполнителя, когда кто-то совершает какое-то действие, совершенно неожиданное для всей системы. Ну, по крайней мере, той системы, как она задумывалась создателем ее. И это, конечно, ну вот мы сегодня живем именно в такой стране, при такой власти, которая контролировать эту систему уже до конца не может. Ну, почему же мы повинны в том, что власть такая? Вы говорите, что мы не ходили голосовать, допустим. Но мы ходили голосовать. Да даже не ходили голосовать. Мы не можем объяснить своим родителям, своему окружению, своим друзьям, которые ходят и голосуют так, как это кому-то надо. В том, что вот их голоса делают эту систему сильнее. На самом деле слабее, но вот всем кажется, что вот чем больше голосов, тем сильнее система. На самом деле это не так. Получается, мы сами породили вот такое явление, как Наталья Поклонская. Именно так. Я считаю, что это наш депутат. Это вот такой собирательный образ российского гражданина. Хорошо. А человек, который вот всех этих людей назвал дураками, что он планирует делать? Или он просто так сказал, да, дураки и... А что он может сделать? Ну, что вот он сейчас может сделать? Мне кажется, что уже ничего. Вряд ли все такие эксцессы могут быть разрулены в каком-то ручном режиме? Вот он сначала планировал, наверное, что там, если что-то случится, то в ручном режиме это все можно будет разрегулировать. Но нет. Получается, что не так. И мы видим, что, к сожалению, сейчас усиливаются всякие там течения в правоохранительных органах. Ну, вот уже, ну, то, что приходили там с обысками в библиотеки сначала, да, и началось все это с библиотеки украинской литературы. То есть тогда, да, взялись за культурных деятелей. Да, а вот потом это все стало разрастаться. И вот смотрите, уже и в театры приходят, и ОМОН в масках, в театре. Вот скажите, это шоу... Артистов держат в помещении в течение там длительного времени, пока идет там следственное действие. Кого-то увозят на допросы сразу же, кого-то берут под домашний арест, хотя просят арестовать, соответственно, взять под стражу. Кто-то уже, не знаю, соглашается под давлением на сделку со следствием. И вот это какая-то вакханалия абсолютно, которая, мне кажется, уже конца и края ей нет. Я не знаю, как это все может закончиться. То есть Владимир Владимирович сам не знает, что же делать? Мне кажется, что уже нет. Ну, давайте вернемся к Серебренникову. Действительно, вот мне хочется, чтобы вы оценили вообще правомощность действий, которые происходили в тот день. Насколько согласна информация, которая была ранее, Серебренников уже проходит давно по этому делу как свидетель, да? И все это как-то вяло продолжалось. И вдруг внезапно в один день пришли с обыском и допрашивали сразу нескольких человек в театре, которые имеют отношение к вот этому проекту, я имею в виду платформа, да? И проект, который реализовала седьмая студия. Седьмая студия, да. Ну, как говорил Райкин... То есть это нормально, да? Как говорил Райкин, по форме правильно, а по существу, по содержанию издевательства. То есть, в принципе, это законно. Пришли, показали санкцию на обыск и обыскали. Да, в общем, к свидетелю могут прийти, да вообще к любому лицу могут прийти с обыском. Будь то свидетель, обвиняемый, потерпевший, кто угодно. Даже к потерпевшему могут прийти с обыском. В этом как бы нет никаких ограничений. Уголовно-процессуальное законодательство такую возможность следователю дает. Следовательно, самостоятельная фигура и сам решает, как вести следствие, где искать доказательства. Да, ясно, что сначала ищут одни доказательства, находят другие, и потом следствие начинает вдруг разворачиваться совершенно в другую сторону. И таких случаев много. Да, вот даже тот же случай с Натальей Шариной, руководителем, уже бывшим руководителем библиотеки украинской литературы, когда следствие с 2010 года шло. С 2010 года она была сразу же обвинена в экстремизме. Это 282 статья Уголовного кодекса совершения действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды. А потом в 2015-м проходит повторный обыск, опять находят в библиотеке книги, снова ей предъявляют обвинения в экстремизме. А потом, когда уже понимают, что экстремизм рассыпается, раз сразу же находится новый состав преступления, это растрата. Ну, мы знаем, что руководителя... Ну, то есть там не получилось. Это как из серии «Несколько запросов», «Тут не выйдет, выйдет там». Даже для того, чтобы найти какую-то общественную поддержку, обвинить руководителя в каких-то таких вот экономических преступлениях, потому что, ну, у нас что, народ же понимает, ну, если директор, значит, наверное, воровал. И вот здесь и правоохранительный орган, да и власть так настроена на то, чтобы вот оправдать свои действия брутальные, найти обязательно какой-то такой состав, который скомпрометирует, и который будет похож. Вот по своему свойству на то, чтобы мог сделать конкретное вот это лицо, которое сейчас находится в тисках у властей, скомпрометировать его таким образом, а потом уже как суд решит. Может быть, там суд как-то переквалифицирует это, что-то на какие-то другие составы, но это уже другой вопрос. Сейчас важно скомпрометировать человека. Вот, мне кажется, именно на это сейчас брошены ресурсы в деле Кирилла Серебряника. Ну, мы к Кириллу вернемся. Вы рассказали про Шарину, как сейчас дела обстоят? Сейчас закончилось судебное следствие. Буквально вот вчера я вернулся из Москвы. Было последнее судебное заседание в рамках судебного следствия. И в понедельник начинаются судебные прения. Судебные прения, когда каждая из сторон, и государственные обвинения, и защита должны будут высказаться в отношении того, что подвести некоторый итог судебному следствию, искать свое видение о перспективах приговора. На одном из последних заседаний мы заявляли ходатайство о возвращении этого уголовного дела обратно в прокуратуру в связи с тем, что обвинение до сих пор не конкретизировано. Но суд посчитал, что, в общем, нет оснований для возвращения. И суд готов вынести приговор после того, как мы выступим с прениями. Посмотрим. То есть это скорее такой положительный момент, то, что они уже готовы? Вы знаете как? То, что это дело уже с 2010 года живет, и, между прочим, оно уже размножается по дороге. Потому что в 2010 году было возбуждено одно дело. Сейчас вот из того дела выделено новое дело. И в ФСБ сейчас находятся материалы, и там должны в ближайшее время принять решение о возбуждении третьего дела. Либо об отказе возбуждения. Мне кажется, что все ждут решения суда. Как суд решит, так это будет и с другими делами, которые возбуждены в отношении библиотеки украинской литературы. То есть их судьба будет решаться именно в рамках этого дела, которое сейчас рассматривается в Мещанском суде города Москвы. Вот все то, что эти дела до сих пор находятся в зоне видимости, это плохой, конечно, знак. Не должно быть этих дел вообще, потому что это стыдно с такими делами показываться в публичном процессе государству. Должно быть стыдно. Вы посмотрите, 2017 год. В России судят директора библиотеки за то, что в этой библиотеке нашли книги, которые какой-то эксперт сказал, что это нехорошие книги. В библиотеке украинской литературы нашли книги на украинском языке. Плохие книги. На украинском языке. Об истории Украины, написанной украинцами. Это плохие книги. В России. 2017 год. Ну, мне кажется, так же смешно. Вам это ничто не напоминает, никакие времена? Напоминает, напоминает. Той историей, которая была в середине прошлого века. Так же, как история, которая напоминает 30-е годы и история с Кириллом Серебренником, потому что очень многие стали писать, ну что, пошли за деятелями культуры. И это действительно тенденция, на ваш взгляд? Да неприкасаемых у нас нет. У нас, вы что думаете, богема защищена чем-то? Я думаю, что еще больше они на виду, скажем так, в зоне риска, чем кто-либо другой. Потому что, особенно если богема политически активная, особенно если она придерживается в нескольких иных взглядах, чем руководящий курс партии. Ну, смотрите, с другой стороны, у нас в 2018 году выборы президента. И все-таки в нашей стране любят актеров. Все-таки это такие лидеры мнений. И к мнению того же Евгения Миронова, который выступал, и Федор Бондарчук, кстати, приехал поддержать Кирилла Серебренникова, и к ним прислушиваются. И получается, что устраивают обыск буквально накануне того, как будут вручать премии деятелям культуры. То есть можно было бы, в принципе, подумать, что наверняка кто-нибудь возьмет и скажет Путину, что же такое происходит. Вы что думаете, что в Следственном комитете или в ФСБ люди, которые думают о своей карьере, что они смотрят на календарь культурных событий в Кремле? Да нет, конечно, не смотрят. Они думают совершенно о других вещах. Поэтому я вам говорю, это КСС-исполнители. То есть дураки. Мы дураки. Вот мы это допустили, мы дураки. Они, конечно, тоже дураки. Но с нас ответственность я бы снимать не стал. Но вообще Путин должен же понимать, что это не очень для него хорошо, если деятели культуры... Да не может он ничего сделать. Потому что вокруг него уже несколько, скажем так, несколько группировок, несколько этих башен Кремля, которые тоже конкурируют между собой. А уже на уровне исполнительском, вот те люди, которые как раз принимали решение о том, чтобы прийти с обыском к Кириллу Серебренникову, или взять под стражу его коллег по театру, это уже совершенно другой, это неконтролируемый уровень. Они сами принимают решение. Они принимают решение сами. То есть, получается, Владимир Владимирович Путин, знаете, как Агафья Тихоновна из «Женитьбы Гоголя». Она не знает, кого ей выбрать и на кого понадеяться. Он считал, что построит такую систему, которая будет работать как часы. Вот эта вертикаль власти – это иллюзия. Это иллюзия. И сейчас эта иллюзия летит в тартарары. Сейчас он сталкивается с тем, что вот не работает это так. И постоянно будут происходить где-то обыски, потому что у нас есть, например, вот эта 282-я статья, с обвинениями по экстремизму. Можно прийти в любое культурное учреждение. Учреждение культуры, я имею в виду, в театр, в библиотеку. В цирк можно прийти и сказать, что, извините, но ваш клоун разжигает, возбуждает у кого-то там ненависть, вражду. И совершенно справедливо, потому что найдется всегда эксперт, как в деле Натальи Шариной. Эксперт, который в 1953 году уже работал в качестве эксперта. И этот эксперт обязательно скажет, что да, этот клоун возбуждает у меня вражду и ненависть вот к какой-то социальной группе. И обязательно найдется та социальная группа, которая будет сидеть и кивать головой. Да, у нас это возбуждает ненависть и вражду. В общем, страшное дело. Система вышла из-под контроля, но, тем не менее, у президента есть советчики. И вот, в частности, президентский совет по правам человека предложит главе государств провести административную амнистию. И хотят они приурочить эту самую амнистию к столетию Октябрьской революции. Авторы идеи считают, что амнистия может облегчить жизнь миллионов граждан. Например, водители лишенных прав, граждан, совершивших экономические правонарушения, нарушители иммиграционного режима и правил проведения митингов. Мне кажется, красиво и вполне себе. Ну, вот они говорят, правда, к столетию Октябрьской революции, но можно приурочить и к выборам президента. Президент отпустил граждан, права вернули. Двойну сплошную можно пересечь несколько раз, попасть по данному. Вы знаете как, ну, вот все эти симулякры в виде президентского совета по правам человека, других органов, ну, в том числе уполномоченного по правам человека в России, вот я, честно говоря, в искренность даже не верю этих идей. А если уж эти идеи искренние, то, скорее всего, направлены на то, чтобы, ну, как-то вот отвлечь внимание от других проблем, над которыми бы эти органы должны сейчас как раз и работать. Вы посмотрите, что в Чечне происходит. Там убивают людей. И почему бы Михаилу Санчу Федотову не подумать над этой проблемой и предложить президенту защитить этих людей в Чечне? Ну, я имею в виду лиц ЛГБТ, да? — Ангела Меркель о них позаботилась, она спросила. — Так нет, все мировое сообщество будет на встрече напоминать об этой проблеме Владимиру Владимировичу. Но его советник Михаил Александрович, да, почему-то об этой проблеме ему не скажет. Спасибо Москальковой, которая на встрече с Путиным эту проблему все-таки подняла. Хотя так, в общем, голос у нее дрожал, и она так выдавливала из себя эти слова. Но все равно, вот спасибо ей за мужество, ну, вот действительно это проблема. А то, что амнистию провести, ну, для тех, кто двойную сплошную пересекал, ну, так что, ну, дело, конечно, хорошее, но, наверное, не первостепенной важности. — А для чего они вот это предлагают? — Так я же сказал, это просто отвлечение внимания от более насущных дел. — А может быть, чтобы президенту было больше очков? — От того же Серебренникова, да, от тех процессов, которые сейчас идут по стране. Ну, вот, конечно, ну, вот такой популистский шаг. Давайте, давайте вот сделаем хорошо, давайте проголосуем за все хорошее против всего плохого. И вот будет для миллиона человек, хотя я не думаю, что там миллион человек пострадал от этого, будет от этого лучше. Правда, он уже прямо сказал, что не надо амнистировать тех, например, кто лишен прав управления транспортным средством в связи с употреблением там алкогольных, с состоянием алкогольного опьянения. То есть он уже как бы вот скорректировал, да, свои предложения. То есть амнистия, это если и будет, то коснется не всех. — Ну да, кого она коснется, мы посмотрим, а сейчас московские новости. Мы продолжаем программу «Особое мнение». 11 часов 34, у нас Иван Павлов, адвокат, и у нас новости, вот я как говорила, все по вашей части. Ну вот, Октябрьский районный суд Петербурга сегодня прекратил производство по административному иску к законодательному собранию города, в котором оспаривалось бездействие местного парламента при рассмотрении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора. Ну, в принципе, этого все и ожидали, что все так и произойдет. Аппозиционные депутаты пытаются что-то делать, а законодательное собрание, и вот судья им в помощь... Вот видите, как я же вам в прошлый раз говорил о том, что все, что касается Исааки, будет заморожено, просто зацементировано будет до выборов. Но вы сейчас сказали, система дает сбои, поэтому я надеялась, вдруг здесь будет тоже сбои. Ну, это уже, понимаете, как... Это достаточно так серьезно для самой системы. Это система образующая, система поддерживающая решения. Не может сейчас система позволить... Вот любое решение, которое сейчас примет решение по этому вопросу, будет ошибкой. Поэтому все ждут выборов. Все ждут выборов, которые состоятся, я так понимаю, уже скоро. Непонятно, кто, правда, у нас кандидат на этих выборах. Ну как, понятно, кто... А кто будет, понятно. Нет, ну, кроме Владимира Владимировича, да, который еще тоже не сказал, будет ли он, но все понимают, что будет. Просто ждем, да. Все ждут, когда же он это произнесет-то, наконец. Вот. Но любое решение, которое примет сейчас власть, будет ошибкой и будет тех голоса, которые могли бы уйти в сторону вот этого кандидата основного, да, большую часть заберет. Любое решение причем. Потому что здесь вопрос для людей, для санкт-петербуржцев достаточно принципиальный. И даже те, которые поддерживают власть, вот они тоже напрягаются. Как, если власть примет одно решение, значит, одна половина избирателей уйдет совершенно в другую сторону. Если противоположное решение, то, соответственно, другая половина уйдет. То есть, получается, в ближайшие несколько месяцев Исаакиевский остается по-прежнему музеем. Вангую, что до марта следующего года. Хорошо, посмотрим. Можем ходить в музей, платить за это деньги и, так сказать, получать удовольствие от прекрасного. Пока еще, да, от музея. Провангуйте, пожалуйста, в отношении судьбы оппозиционных депутатов наших, которые могут лишиться мандатов. Дело в том, что вот тоже новость последних дней. Егор Сберком утвердил документы на проведение референдума по отзыву мандатов оппозиционных депутатов ЗАГСа. Ну, кто-то говорит, что это Единая Россия подсуетилась и сделала такой запрос. Но Единая Россия отрицает причастность к инициаторам. Хотя вот здесь имена инициаторов, в принципе, называются и даже прослеживается некая их связь с единороссами. Но ни пойман ни вор, поэтому ничего мы сказать не можем. Но для чего вот этот... Многие называют это фейк просто, да, вот этот запрос про проведение референдума об отзыве мандатов. Действительно фейк, вы считаете? Или оппозиционеров вновь запугивают и придется им как-то задуматься? Ну, знаете, как, то есть если бы какая-то инициатива была зарегистрирована, была бы с точки зрения провести референдум по отзыву мандатов от каких-то депутатов из Единой России, я бы точно сказал, фейк нереально, ну, просто вот не может быть. Если речь идет о позиционных депутатах, может быть, все. В том числе могут эту инициативу зарегистрировать. Хотя, ну, я имею в виду и референдум... То есть этот референдум позволит? Вполне вероятен. Вполне вероятен. Хотя, ну, вот я все время как бы все-таки лучшего мнения стараюсь придерживаться власть придержащих, но они постоянно какие-то сюрпризы нам дают, которые заставляют усомниться в их разумности принятых ими решений. Ну, согласитесь, если действительно будет принят, если будет положительно решен этот вопрос, то получается, сами депутаты под собой рубят сук. То есть вот эта вот депутатская неприкосновежность... Да, они же понимают, что все зависит не от них. Понимаете? Депутаты, те, которые вот сейчас захватили власть в Малинском дворце, да, да и, честно говоря, и на охотном ряду тоже, они понимают, что не от них все зависит, а совершенно от другого человека. И как он решит, так оно и будет, по идее. И вот ничего не страшно, да, важно попадать, как говорится, в такт и идти в ногу. Если не пойдешь в ногу, ну, здесь могут быть нюансы, здесь могут, можешь попасть под раздачу, соответственно, им лишиться мандата, ну и так далее и тому подобное. Ну вот политолог Дмитрий Солонников сегодня у нас в эфире предположил, что эта инициатива явилась не случайно и что вопрос о референдумах могут рассматриваться, может, в одном пакете, условно говоря, референдум об Исаакиевском и референдум по отзыву оппозиционных депутатов. И что его просто не примут в одном пакете. Такое возможно, чтобы устранить. Я думаю, что оппозиционные депутаты, те, которые как раз были инициаторами проведения референдума по Исаакию, они были бы готовы к такому варианту, когда это бы вкупе рассматривалось. То есть, они не боятся того, что проголосуют? Они не боятся. Мне кажется, что они уже, ну что... Они готовы к этому вызову. Чему боятся Вишневскому? Скажите, ну что... Или Резник, да? Ну чего они должны бояться? Они уже прошли через огонь, воду, медные трубы, поэтому бояться им нечего. За них проголосовали люди реальные, да? И говорить сейчас то, что вот они испугаются и не пойдут на вот этот вариант, ну, мне кажется, это не так. Я думаю, что власть не пойдет на это, да? И Единая Россия не пойдет на такой вариант, когда хоть чем будет рассматриваться этот вопрос, лишь бы он не рассматривался по Исаакию. А вот вопрос с Исаакием, он сейчас заморожен. Его выставлять в референдум нельзя, и вообще никакие решения по Исаакию принимать нельзя. Ни в суде, ни в законодательном собрании, ни в исполнительной власти. Ну вот у нас сегодня, кстати, сегодня же пятница, сегодня торжественное вручение почетным гражданам, их звание. И вы же знаете, что почетные граждане нынешнего года – это Валентина Ивановна Матвиенко и Владимир Гундяев, он же патриарх Кирилл. И в телеграм-каналах в некоторых появилась информация, что это такой откат Кириллу, вот это звание за Исаакий. И что пока Исаакий не принадлежит РПЦ, нате вам хотя бы почетное звание, поскольку у него юбилейный год и все такое. Вполне вероятно. Вполне вероятно, это за, как бы, такая оплата за ожидание, вот, за заминочку, да. Хотя, в общем, в этой заминке заинтересованы сейчас все. Вот все, я имею в виду, из власти придержащих, в том числе и патриарх Кирилл. А то, что вновь не выбрали почетными Александра Сокурова и уже в который год Идиту Пьеху, вот, на ваш взгляд, стоит об этом переживать и расстраиваться? Или, в принципе, девальвировал себя институт почетных граждан? А вы понимаете, как, вот, у кого, у кого должны эти люди вызывать почет? У тех, кто голосует? Ну, ясно, что нет. Те, кто голосует, эти люди почет не вызывают. Эти люди вызывают почет совершенно у других людей, да, у нас с вами. И здесь сказать, что, ну, просто вот еще одно какое-то государственное, государственное звание какое-то, не были они удостоены его? Ну, лишь просто говорит о составе власти, которая принимает такие решения, о качестве этой власти. Ну, спикер ЗАГСа Вячеслав Серафимович Макаров сказал, правда, это он сказал на закрытом заседании, что их избрал Господь. А журналистам он сказал, что их избрали Петербург и жители этого города. Ну, видимо, в лице депутатов жителей этого города именно это имел в виду спикер Законодательного собрания. Глава ФИФА подтвердил сообщение о нарушении прав северокорейских рабочих во время строительства «Зенит-арена». И об этом уже опишет газета «The Guardian». В российском МИДе, между тем, заявили, что сообщение об использовании рабского труда мигрантов из Северной Кореи при строительстве стадиона – это часть информационной кампании, развернутой перед чемпионатом мира 2018 года. Ну, я напомню, что в марте норвежские СМИ опубликовали информацию о том, что на стройке «Зенит-арены» работает свыше 100 северокорейцев, которые жили в складских контейнерах за стадионом. И наш коллега Артем Филатов как раз принимал участие в этом расследовании. Он рассказывал в нашем эфире об этом. И вот, видите, информация эта получила такую огласку. Вот, скажите, все-таки в итоге признают факт или действительно будут тоже отвлекать и говорить, что все это информационная кампания, развернутая перед чемпионатом мира? Ну, конечно, будут отрицать. То есть до конца? У нас, понимаете как, у нас не принято каяться. Хотя вы можете привести пример, чтобы кто-нибудь в России покаялся? Ну, может быть, только своим духом не комкается? Вот не было. Не было таких примеров. И в ближайшее время, я вам скажу, не предвидится. Не в наших, так сказать, традициях. Это совершенно расходится с тем, что было до этого. И чтобы кто-то покаялся, для меня это просто из разряда невероятного. То есть получается, лопни, но держи фасон, или тратата, божья роса. Они могут смекиваться до последнего, а там уже будь что будет после чемпионата. Ну и короткий вопрос. Госдума может принять в окончательном чтении законопроект? Они могут это. Вот уверен, могут все, что угодно. То есть да. То есть вы вангуете, что... Госдума может принять такое, что нам всем мало не покажет. Но раз вы сегодня делаете предсказание, скажите, с Кириллом Серебренниковым все будет в порядке? Он сможет работать в России? Будем надеяться, что да. Но вот все делается для того, чтобы нет. Ну, в общем, поживем, увидим. И я надеюсь, что да, что мы не лишимся хотя бы Кирилла Серебренникова. Адвокат Иван Павлов был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо. Спасибо.